Слава Богу! У Бога нет ограничений, никаких. Посмотрите на вашего брата и сестра, скажи, у Бога нет ограничений. У Бога нет ограничений, сестры, братья. И мы пришли в его присутствие. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И старайтесь не отвлекаться, чтобы не пропустить, когда Дух Святой хочет что-то сказать и не изменить. Сестры, братья, вы верите в воскресенье? Вы верите в воскресенье? Глябьте в воскресенье. Апостол Павел, он говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Он говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Он не умер, который водит слуя Отца, который смерть не могла удержать. Он победил смерть, и который имеет ключи жизни и смерти. И он имеет ключи жизни и смерти в Иисуса Христа. И Христос, он хочет, чтобы мы имели жизнь и смерти в Иисусе Христа. И Христос, он хочет, чтобы мы имели жизнь и смерти в Иисусе Христа. Но кажется тебе, что оно неисправимое, и это неисправимое, безвыходное, неисправимое, может быть твоя вера тщетна? Павел бы сказал такое. Если ты смотришь на свой грех, и это не судьба, на своих детей, подробно для детей, на свой брак, на свою жизнь, и ты советуешься с дьяволом, и с подружками своими, и с газетами, и с зальцами, и с отойди, то вера наша она мёртвая. И это глябл. чтобы мы не верили в воскресенье, чтобы мы не верили, что эта ситуация, она безвходная. Но у Бога нету, друзья, тупиков. У Иисуса нету ничего, что он не может своим прикосновением, своим присутствием исправить или изменить. Вы знаете, есть люди на этом месте. Они исповедуют воскресенье. Любой страх, и они трясутся. Какая-то ситуация, и они убегают от церкви. Они идут к другим источникам, к интернету, какой-то газете, какой-то YouTube, и печатают дико. Ты не веришь в воскресенье. Если ты с Иисусом не встретился, если ты во время поклонения не можешь бестревожно не славить Бога, если во время звука Иисуса твой мир не тревожится, ты с Иисусом не встретился, то есть ты не встречался с Иисусом. Помазание Божие, оно через себя не действует. Не обманывайтесь, друзья. Легте их не обманывать, друзья. Когда-то пережить Бога, это одно. Это чувства Бога, это одно. Но на Иисусе, и ходить с Иисусом, это другое. Когда человек с Иисусом ходит, когда человек слышит Иисуса, когда он видит Иисуса, он не может жить спокойно, он не может не славить Иисуса Христа, через него помазание действует. Вы знаете, многие из нас на этом месте, Max говорил про образов, я вам дам про образ. Я вам дам про образ. Сели, друзья, в машину, которая имеет безмерных лошадей, но без бензина, без никакой силы. Вы знаете, какой указатель этому? Вы знаете, для чего это не интересует? Когда тебя Иисус не интересует, когда искать Иисус не интересует, ты сидишь в автомобиле, ты сидишь, у тебя есть власть, у тебя есть Сила, но ты не знаешь того, кто активирует это. Ты из Храм Бога живого, но силы никакой нету. Сестры, братья, Иисус Христус хочет восстановить это помазание сегодня в жизни твоей. Сегодня. Он хочет обновить тебя сегодня. Он хочет сегодня освободить нас. Он хочет разрушить всякую религию. Он хочет разрушить всякую религию. Иисус Христус, который не имеет помазания. Иисус Христус сказал ученикам своим, вы идите в Иерусалим. Они знали Иисуса. Они ходили за Иисусом. Они видели дела Иисуса. Они видели дела Иисуса. Но помазание и силы еще не было внутри у них. Многие верующие ходят в церковь годами. Сегодня нужно действие духа с дуго. Сегодня нужно действие духа с дуго. Сегодня нужно реально живая вера. Это что Бог хочет нам сегодня дать. И Павел говорит, SAG, в исполнении Пар...</게요 если и они ниная веро, в исполнении в municip 我거야 ешь, что Бог через меня должен действовать что я должен видеть воскресенье измертвы потому если я буду... Иисус будет исцелять через меня иисус будет поднимать людей через меня говорит твоя вера она или очень слабая или мёртвая или просто кого-то вера вы знаете что есть такое? можно жить на чужой вере у слышал проповедь у слышал пение у слышал какое-то стихотворение какое-то вдохновительное, мотивационное Ютуб настроение понялася и как шар опустился через 10 минут одна проблема одна тревога одна ситуация и спустились мы это не вера живая, друзья это что-то другое, которое Богу не угодно вы знаете, друзья, что есть рецепт рецепт по масанию есть мы посмотрим в Ветхий Завет что Бог дал рецепт как делать помазание как делать елей который был символ помазания Бога и Бог сказал условия что не на каждого человека будет выливаться этот елей он сказал моисею что когда ты сделаешь этот рецепт по моему слову я даю его чтобы ты знал что оно не заканчивается и есть определенные люди на которых я укажу на которые я скажу которые я изберу и ты будешь их избирать будешь на них выливать и это будет мое помазание и это будет мое помазание блоговый демьера и заставить в 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 и в богом еще год к вам они хотели а не с тем и здесь идем дэнс альбом декорский но он сказал моисею вот эти кистии они будут строить для меня скинью но это самосы как diese солнца осведен и безумно он исход 30 глава 22 2 до 33 вы можете саму читать чтобы я не тратил то есть много времени не отделял для этого в этом году мосе уникальна болезн нас не суток и на третий два дима быстро там печатай тела прочих людей не должны помазывать и и по составу его не делайте подобного ему она святыня святыню должно быть для вас и 33 кто составит подобные ему или кто поможет им посторонные тот истребиться от народа моего 32 33 стих в новом завете иисус христос дает условия в новом тесно менте сетси сисус вороцетс абсолютно не любят бога а вот это все либо не бога они не хотят что-то от Иисуса но их Иисус сам как личность не интересует жить жизнью подобие в смерти как Христос был послушный до смерти их это не интересует но помазание хочет друзья бальзам, помазания, подделок нету симон, когда увидел помазание, которое было над Павелом он хотел его, но он сказал, пусть это будет погибель тебе ты хочешь дар Божий купить, оно не покупается ты не можешь на семинар пойти, проповедник помолится за тебя и сказал, прими помазание, ты помазанный так не работает, друзья, и не обманывайте с этим нету такого человека, который может Духа Святого с неба свести на тебя никто не может это сделать это не может а в Дух Святой он проникает в сердце и он видит людей который живут по рецепту которые живут по словам Бог больше интересует тебя помазать но нужно пословие жить теперь я хочу сказать вам что-то сейчас многие они хотят помазание сегодня но легкими путями они хотят жить душевно они хотят свою плоть угождать они любят свое эго, свое я они любят свой комфорт они любят свое время они любят отделяться самой собой время проводить как я хочу делать, что я хочу и хотят помазание и хотят силу иметь от Господа я пройду, друзья, пять ингредиентов, которые Бог назвал чтобы Моисей составил и сделал помазание это пять качеств, которые были указаны для того, что человек должен иметь, чтобы было вылета это помазание и действовало через них это пять eigenschaft, которые человек должен иметь, чтобы это помазание и действовало через них я говорю, что многие христиане сегодня они ходили за Иисусом они смотрят на Иисуса но они не умерли со Христом я скажу, дорогой друг до тех пор, пока ты не умрешь пока ты свои все члены не отдаешь Господу послушания каждую мысль каждый поступок все желания все стремления пока человек не умрет ты не можешь воскреснуть ты будешь душевный ты будешь плотской до тех пор, пока ты это не поймешь что Богу нужно я вам не проповедую новое это других людей от этого мира что деляет тебя от меня как мир может увидеть, что ты иной и другой как ты иной и другой как ты это не делает но это не делает но помазание Духа Святого это делает аминь когда человек отделенный когда человек посвященный входит в страхе Бога и помазание действует через него вот только тогда мир только тогда церковь сосед, друг, работники они могут сказать это человек иной первое, что Бог указал на одно качество для того, чтобы сделать это помазание это смирное это было сделано из дерева они брали эту кору и надрезали ее и с него вытекало помаленькое сок они застывали в таком образе как слезы они два раза в год сбирали это и когда они его собирали они его еще мешали с алкоголем или спиртом я скажу, извините для того, чтобы избавить любые недостатки или нечистые что-то этот процесс они потом брали и ставили под давление и в огонь anschließend будут это они делали можно сказать духи драгоценные и дарусь и дарусь или это смирн который очень оценивался в это время и сфер для того, чтобы она имела встречу с царем и дарусь 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 приятно было царю с такой сестрой встретиться и дарусь и дарусь и дарусь и дарусь вы знаете Naomi когда она потеряла своего мужа и двух сыновей она могла жаловаться перед Богом она могла обидеться на Бога как ты Бог такое допустил что же несправедливость жизни моей она была верна Богу ее жизнь, друзья можно сказать вдохновила рух чтобы она жила Богом вдохновенной жизни написано, что Моисей был самый кроткий человек я хочу сказать, что кротость это не слабость это наоборот огромная сила вы знаете сегодня мир нас другое учит ты покажи, ты покажи, кто ты есть не дай Бог, чтобы кто-то тебя обидел кто-то сказал что-то плохое на тебя ты не можешь не заложить мы как ёжики мы как ёжики мы как ёжики мы как ёжики мы колем всех людей мы stellen наши штахелы на руку если кто-то сказал что-то плохое на меня и сразу клевета, поношения, да, обличит тебя Господь. Wenn wir jemals hören, dass jemand was gegen uns sagt, dann wählen wir uns gleich. Aber in санчмидigkeit gibt es große Kraft. Моисей, он был поломан. Мose, он был поломан. Он оставил Египет. Хотя он имел все богатства, всю будущую. Он бежал от этого. 40 лет Бог работал над Моисеем. Он потихоньку ломал всю его горденью, его характер, его эго, его я. 40 лет Пустыне Бог работал над ним. Он знал, что придет определенное время, и для того, чтобы Моисеем мог увидеть Бога, и для того, чтобы Моисеем мог взойти на гору, и для того, чтобы Моисеем мог прийти в присутствие Бога, он должен быть чистым. Он должен быть кропким. У Бога есть место. И непростое место. И это не простое место. Я хочу сказать, что у Бога есть определенное место, где Бог определенные вещи говорит, с определенными людьми, Исхода 33, 21, Господь говорит, вот место у меня, встань на этой скале. Видите, друзья, просто знать что-то об Иисусе, это недостаточно. Etwas über Jesus zu wissen, das ist nicht genug. У Моисея у меня есть место, в который ты должен пойти, туда ты должен дойти, на моих условиях, не твоих. Если ты хочешь моё помазание, если ты хочешь моё силы, если ты хочешь знать мой план для жизни твоей, если ты хочешь быть снабжённой моей силой, ты должен прийти на моё место, ты должен куда-то дойти, ты должен подняться на гору, туда, куда ты не хочешь идти, и дотя, куда ты не хочешь идти. Кротость, друзья, это когда ты берёшь всё своё, это когда ты всё берёшь, всё свои достижения, твоё потенциал, твоя мудрость, твоё знание, достижения, и отдаёшь Иисусу. Когда ты всё покоряёшь Ему, ты всё отдаёшь Ему, это как этот конь, который обузданный, покорный каждому движению, который ему Господин говорит налево, направо, он всё делает. Это как у негогорений, на sauce shredings, где он wszанно вер SUO. Мария, она однажды посмотрела и говорит, всё, что вам Иисус скажет делать, делайте. Мария сказал, всё, что вам Иисус скажет делать, делайте. Кротость, когда ты не задаёшь вопросы Богу. Как так, Господь? а когда ты можешь быть таким, как Мария сказала, все, что тебе Иисус скажет, делайте. И те, которые делали, они видели чудеса, знания. Видите, когда Моисей был поломан, когда этот Египет был отставлен от Моисея, когда Моисей только овечек видел вокруг себя, он слышал голос Бога, и я хочу сказать, что кротость и покорность Богу, оно привлекает помазание, оно привлекает помазание в жизнь твою, и это то, что Бог хочет, чтобы мы имели, полная покорность Богу, полная посмирение, когда огонь, когда давление, когда пустота, подчинение покорности Богу. Второе, что было, что нужно было добавить, это корец с именем. Я смотрел на это дерево, оно растет до 15 до 20 метров. Знаете, что самое удивительное, что я увидел в этом дереве? Что оно растет прямо. Я что-то увидел в этом. Что для того, чтобы помазание было привлечено к человеку, человек должен быть праведный. Он должен стоять проломер. Он должен жить праведной жизнью. Он должен жить праведной жизнью. Знаете, дорогой друг, у тебя все да, да, да в жизни или есть что-то нет. Это человек, который все себе разрешает. Он не ставит никакие границы. Он не ставит никакие границы. Друзья, у него не может быть помазание. Он не может быть праведной. Это человек, который дружит с миром. Это Вражда с Богом. Это дерево, оно растет прямо. Я хочу напомнить нам, что у нас есть одна праведность у Иисуса Христа. Через примирение с Господом нашим Иисусом. И только через Голгофский Крест. Когда мы это понимаем, мы не превозможимся. Мы не судим нищик, в немощных слабых уверений мы понимаем, что я никак не ловлю никого из вас на этом месте я праведный, потому что меня Христос оправдывает Богу нужны люди, которые будут стоять за правду которые не будут на компромисс идти с грехом которые не будут говорить, что душевная жизнь это нормально ты спасён и всё хорошо что не быть посвящённым Богу, это нормально Богу нужны люди, которые могут стоять в проломе которые будут говорить, если помазание через тебя не течёт, здесь проблема это огромная проблема, церковь это не маленькая проблема я гарантию даю что если помазание не действует в жизни твоей ты поражённый грехом ты в рабстве греха живёшь твоя душа исцерзана, она израненная ты в свободе не живёшь ты не знаешь своё предназначение ты не знаешь призвание своё ты хочешь как овечка заблуждена ты живёшь, ты gehёшь как овечка заблуждённая жизнь, она тряго, она гнусная, она кислая, она не живая ты живёшь, ты живёшь, он говорит и сказал, что праведник, он цветёт человек, который помазание, он цветёт он живёт и не имеет потому что папانя действует через него и оно не заканчивается и оно тёмное речь оно тёчёт, оно тут живёт Он говорит, оно цветет как пальма. Высоко. И все видят эту пальму. Она прямая. Она не кривая. Вы знаете, друзья мои, что в детском завете Бог не разрешал людям, которые имели кривые спины, чтобы они занимались священным действием. Что если ты ходил вот так, твои плечи были вот так согнуты, ты уже не полноценный был, ты не прямой был, ты не имел права заниматься священным действием. Бог нужна прямые люди, люди, которые будут свететь, которые будут насаждены в доме Господнем, люди, которые видят действия Бога, которые интересуются волей Божьей на небе, чтобы оно так же само было на земле, для того, и он говорит в 91.15, они из старости плодовидные и сочные и свежие. Кто говорит, что вы старые не будете плодовидные и сочные? Кто обманул нас? Кто обманул старших людей? Кто обманул старших людей? Что вы не можете быть плодовидные, что вы не можете быть плодовидные, ваше дело сидеть дома где-то, читать газеты, не заниматься делом Божьим, и не сочные. Библия говорит и в старости, вы будете плодовидные, сочные, неплохие, сочные, исполненные Духом Святым, интересно слушать, интересно проводить время с такими людьми. И Библия говорит свежие, это самое главное. И Библия говорит свежие, это самое главное. Седина красивая, знаете, потому что помазание, оно течет. Человек знает Иисуса Христа. Керцы, это было второе, что было важное, чтобы человек стоял в праведности. Третье, это тростника благовенного. Это было растение. Оно, когда приходило в свое время, чтобы собирать. И когда это было, один знак, как знать, что это можно собирать, и из него уже сделать эту мазь, или этот елей. Это когда оно наклонялось. Когда это растение наклонилось уже. Я увидел, что это покорность и смирение. Я хочу сказать, что братья и сестры без смирения, без покорности Слове Божьем, ты не можешь жить жизнь помазанной. Если человек не научит служить, если человек не научит служить, если человек не научит отдавать, Если человек не ленит, обзакать или опровать, не дешевое, а не дешевое, не дешевое, а самое лучшее, а самое лучшее, ложить на Алтар, тогда будет течь. Иисус Христус, бывший Сын Божий, пришел и грязным рыбакам, обманывал ноги. Это не красивая обувь, которая у нас есть. Они не ожидали, они не имели время, перикюры себе сделать на ногах. Какие ноги были, такие Христус умывал. Он не смотрел, что это гидко, это противно, это не чист, это не хигиотично. Он сказал, был чистый Сын Божий, припоясался и взял и амил ученикам ноги своим. Видите, друзья мои, человек, который ищет кредит, призвание, титул, возвышение, какой-то позицию. Он ищет и только строит свою империю. Он ищет, только строит свою империю. Библия говорит, смирися под крепкую руку Божию. И он возвышит тебя в свое время. Бог знает, где ты принадлежишь. Бог знает, где ты принадлежишь и где ты должен быть. И где ты должен быть. И Бог ищет, для того, чтобы помазание было. Я хочу сказать, что послушание или смирение привлекает помазание в жизнь человека. Четвертое, это Кассия. Из Кассии они делали такое елей, такое масло. Из Кассии, оно занимало очень важную функцию. Они употребляли Кассию для лечения внутренних органов. Когда человек заболевал, они мешали с маслом, открывали рот и заливали. И Кассия, оно делало внутреннее очищение. Я хочу сказать, что христианин, который не освещается, который не читает своего Божия, он не может привлекать помазание на себя. Он не может привлекать, человек, который не очищается внутренне. Он не говорит, Господь, посмотри на меня. Он не говорит, почему помазание не действует. Почему я не свежий? Почему силы нету? Почему радости нету? Почему воскресенье нету? Почему нет умерения? Он не освещается. Который не преображается в образ Христа. Редко он может помазание переживать в жизни своей. Я бы сказал, что это одно из самых важных качеств, это когда человек следует себя когда он смотрит на свой храм он смотрит на свое сердце смотрит на свои привычки смотрит на то, что он смотрит на то, что он говорит о чем он размышляет на информацию, которую он впускает человек постоянно, если он это освещает апостол Павел говорит не сообразуйтесь веком всем не кормите себя информацией, которая вам мир дает кормите себя Словом Божьим освещайтесь Словом Божьим обновляй разум свой нелегким путем через которую легко обмануться многие сегодня в облачении потому что источник информации не является священным писанием я скажу, друзья, что это одно из самых больших оружия Дьявола сегодня это чтобы христианины сегодня любые ответы находили на интернету есть много хорошего но если дух твой поражен если дух твой слабый как ты можешь различить, что хорошее и что плохое как ты можешь знать, что истинно и что ложь как ты заметишь, где заквашка где ложь, где обман в этой информации многие из нас слабые из-за этого потому что у нас больше интеллекта чем духовности и мы слабые из-за этого и у нас дух слабый из-за этого сестры, братья, нам нужно мы здесь сегодня мы нужно брать эту горькие травы и нужно пить, нужно очищаться, освещаться вы знаете, в Малахии 3, 2 и 3, 3 такой пример стоит и кто выдержит день пришествия Его и кто устоит, когда Он явится ибо Он как огонь распилающий как челок очищающий и сядет переплаватель и очистит серебро и очистит сынов Левия и переплавит их как золото и как серебро чтобы приносило жертву Господу правде человек, который очищается человек, который очищается он должен сидеть и переплавливать себя он должен вникать в себя он должен вникать в себя и критисировать себя и задавать себе вопросы урожайся праздновать их богу университет байдера спорта где причина урожайся урожайся бомбини шкафу по мазану нет бомбини шкафу боевиза схеме декабря да удабов бассейнер декабря альбина геннадия бомбина санэсу сейвизу истонеки водичево я вам спиры ищи сэкбэлэнбэс лебеди и бассейн декабря сагалибов фолиста и брат швестер и брат это лет на марте в интернете когда ты нашел что когда ты нашел что никогда не видел что это не было когда внутренне миром был переворот когда ты не мог себя воздержать от имени Христа когда ты как приглядом началась ты хотел славить Бога буду спринген он и наоборот в сентрасте руководитель собору дуба и тасс поднимание сетям аналитики а вот и что он не течет ищет из нас это суды любитель гибели предпочтетов ассамире шарова а не дамбур дамбур ассоцией шарик да и сайдан гонки рада дубки безден и я не дружу что ваши душевные друзья и таки да соль гайса башня эрболи селились и форуми или файды синг и не гайзли которые говорят, это жизнь. Это просто так. Никогда не толкают вас на Слово Божие. Удивитель общества разрушает добрые нравы. Таких советников очень много сегодня. Последнее, одно из самых важных, это масло, это елей. Вы знаете, елей, он делается под большим давлением, когда они душат эту оливку. И он употребляется каждый день многими людьми, чтобы кушать, готовить. Давид говорит, что, а мой рог ты возносишь, как рог единородного, и я умасчер свежим елеем. Он говорит, я каждый день, я умасчер свежим елеем. Давид сказал, я буду каждый день с этим оливком. Это действующая сила Духа Святого. Это действующая сила Духа Святого. Вы знаете, сколько бы я на тебя елей не выливал бы, это действующая сила Духа Святого. И хоть он будет от самого Израиля, благословенным Папа Римской, оно не будет никакой силы не имею. У Бога подделок нету. Я читал это из начала. Что есть рецепт, как человек может иметь помазание, порядки послушания Бога. Вы знаете, когда эти овечки, они бегали по этим полям, где эти пастухи, они видели, что эти овечки, они болеют, и некоторые умирают. Они следовали эту причину, почему. Они увидели, что эти инсекти, эти маленькие кумари или звери, они под кожей поднимались и в уши залазили, и там сеяли свои яички, и эти звери, они болели, и умирают некоторые. И пастухи что-то увидели. Они давали этот овечки и выливали на голову свежие, на этих овечек. Они свежие овечки, и они свежие овечки, и их мазали для того, чтобы когда эти звери маленькие поднимались, они просто склизались, из этого елея или от запаха его, они не могли, они просто падали. И жизнь продолжалась у овечек благодаря свежим елея. Но свежий елея не работал, когда застой был, когда вонючий елей был, когда испорченный уже был. Но свежий елея не работал, когда вонючий елея не работал, когда вонючий елея не работал. Вчерашнее благословение, вчерашнее помазание, вчерашнее победа, молитва, это не сила сегодняшняя. Это не дает тебе иметь помазание на сегодня. Мы должны ежедневно понимать, что у нас есть враг, он дьявол, и у него есть его слуги, которые хотят, чтобы ты погибал, которые хотят, чтобы ты не жил в жизни помазания, чтобы ты не жил в поражении, в проклятиях своих, в одержимости своей, в болезних своей, чтобы ты оставался такой нищите, и некоторых он обманул, и люди смирились и согласились, и думают только устоят до пришествия Бога или до воскресения, чтобы избавился я от слез. Иисус не пролил святую кровь свою, чтобы ты когда-то удержал победу, зачем тебе надо будет помазание на небе, скажи, там только славит Господа, там только славит Господа, для того, чтобы мир мог видеть церковь, чтобы мир мог увидеть воскресшего Иисуса Христа, для того, чтобы они могли прославить Бога, чтобы мы могли возвышать, чтобы мир мог увидеть, что Бог праведный, и что он не спердинге, и что в нём нет неправды, и что в нём нет неправды, комиссия нету он кэнтону месяц и сказать что помазание божье мэши занятости залом год она освещает человека айлик и меньше она заключается на миссария если шли сэнен бунт она активирует из актебе и как тот из интерьер лебед она выпускает человека на служение с с фидом меньшин и бенз помазания божья она отбирает это этот камень это предкновение и дает тебе возможности которые никто не может на дизайн бунт и диндерс осенбеку дипти мэгги мэгги кэнти мэгги кэнти мэгги кэнти амболи чиппо и мих людей из хайки кантин мэншин амбол учит человек оправки аист лярдин мэншин вибрая амбон оправдает наш из техники наши пути эсси сферкин сафтин бейт таки и дуракова я обе океанта ищи шарбе и бэфи аймшар аглорфис тима корнави и без сайт мишкает и буро-бораби есть это решение вероятность решения ибо хранили олимпе и обидно футбол бопом лидер поставки иубки политики и мультфильности с бурин и полнота и сад и сад и 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 течет реки воды живой и не все войдут в Царство Божье все, которые говорят, Господи, Господи Иисус сказал последний день великого праздника он возвесил свой голос и он сказал всякий жажд, душе приходи ко мне и пей я дам тебе помазание он сказал ученикам оставайтесь в Иерусалиме вы без этого помазания вы без этой силы вы никто вас никакой силы не будет и не демон вас не будет бояться и всякие болезни на вас будут находить и я вас будет постоянно поражать вы будете посрамленные вы будете жить жизнь пораженной позорной жизнью это, друзья, потому что помазание не действует скажите, если помазание действует в жизни твоей может ли позор быть на тобой может ли Бог не прославится через человека он прославляется может быть сезон, когда Бог проводит, как Иева но когда проводит, он как Бог хвалится как Бог прославляется нам нужно, чтобы Иисус Христос освободил нас на свободу нам нужно, чтобы Иисус исцелил нас друзья, я скажу ваше поклонение прославление оно будет мелкое всегда до тех пор, пока ты не переживешь Иисуса до тех пор, пока Иисус что-то не сделает для тебя если ты праведный и ты думаешь, ты праведный, но помазания нету если ты думаешь, что ты праведный, но ты праведный ты мертв и не обманывай себя, что я хожу в церковь ты должен сиять ты должен свежим быть ты должен получать свежий елей каждый день помазание должно быть над человеком это само собой когда человек живет в порядке Слова Божьего когда человек исполняет Слова Божьего и он ходит пред лицом Бога помазание оно действует дорогие друзья, Иисус на этом месте и Он хочет коснуться сегодня нас Он хочет сегодня что-то сделать для нас написано в Луки 4 главе мой любимый стих 17 стих и 18 ему подали книгу пророков ему будет кому Иисусу подали книгу пророков Иисайя Иисус раскрывает книгу Я хочу, чтобы вы просто представили этот момент сколько много фарисеев, книжников, религиозных людей он открывает эту книгу и он говорит слова смотрите, друзья, что написано раскрыв книгу нашел место, где было написано Дух Господин на мне над кем Дух Господин над Иисусом над кем Дух Господин кто имеет силу кто имеет силу кто, друзья кто 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 имеет силу кто может тебе помочь кто хочет тебе помочь кто хочет тебе помочь кто хочет решить твои проблемы сегодня кто хочет твою семью исцелить кто хочет твою семью исцелить кто хочет твою болезнь снять кто хочет твою болезнь снять я мечтеда не фестой нет права разрушить дымах то может запретить дьявол как андензава но и ясно один иисус но ясно аминь аллилуйя друзья и он говорит что дух господин он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исселять сокрушенным сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрения и отпустить измученных на свободу проповедовать лето господня благоприятная иисус христос он сегодня здесь и он хочет эту работу совершить жизни твоей и моей друзья если ты хочешь помазание и если ты сказал сердце своем господь твоей помощи и если ты сказал сердце своем господь твоей помощи я сегодня умираю я буду каждый день умирать за тебя я буду покорять каждый член я буду каждую месси наблюдать я не буду смотреть что не нужно я не буду ходить куда не нужно я не буду делать что не нужно я верю что ты мне да поможешь и я верю что ты заместишь ты дадёшь мне что-то лучше и я верю что привлекательнее и я верю что ты мне это что-то что-то есть что господь имеет для тебя сегодня поможешь и мы церковь будем молиться и мы будем молиться и мы будем молиться и сегодня и сегодня то что я только что прочитал тебе нужно освобождение приходи к Иисусу Христу он дадёт тебе освобождение не жди не терпи не давай дьяволу терзать тебя сегодня день твой освобождение сегодня день твой, друзья, чтобы покрестнуться к Богу сегодня день, чтобы ты был выпущен на свободу если ты не свободен если страх если жизни нет если ты поражен ты не имеешь свободу и если ты не свободен то Иисус хочет выпустить нас на свободу он пришёл для того, чтобы проповедовать тебе сегодня новое лето зима прошла плохая погода прошла всё злое оно прошло ты пришёл к Зиону ты пришёл к Иисусу Христу тебе только нужно прикоснуться к Иисусу Христу женщина, которой тридцати лет, она болела кровотечением она сказала, если только я прикоснусь это ну ановья молитва сегодня если ты веришь всем сердцем своим если только я прикоснусь к Иисусу Христу Иисус, Он меня исцелит эта женщина, она верила и написано, что она ишла она прорвалась среди толпы она сказала, мне только нужно прикоснуться к крае одежды Иисус Христу Христу и я получила исцеление не думай, что сегодня не моё время не дай дьяволу тебя терзать это твоя возможность прийти сюда и сказать, Иисус, я мёртвый сказать, Иисус, я нечистый Иисус, я прелюбудень Иисус, я грешный я извращенный я мёртвый я вообще не знаю, что такое помазание Иисус, коснись меня это не я прикоснусь к тебе это сам Христос если я не проповедую Христа распятого и воскресшего то наша проповедь, она черная я знаю, что Христос он освобождает решение стоит за тобой ты можешь оставаться на своём месте и дальше себя успокаивает что всё нормально, это жизнь и дальше жить, как ты хочешь или ты можешь прикоснуться к Иисусу Христу открыть своё сердце всем сердцем сказать Иисус и ты просто только нужно желание измениться только желание сильное и прикоснуться к Иисусу и всё помазание и сила у Него и Бог может изменить твою жизнь и твоё сердце именно сейчас из этого момента твоя жизнь может быть полностью другая и Библия называет это обновлённое новое жизнь если тебе не нравится вчерашняя жизнь прошедшие недели или последние 5 лет, 10 лет или последние 15 лет тебе нужно обновлённую жизнь нужно прикосновение Иисуса Христа это наш момент прийти к Иисусу если есть тот, кто хочет помолиться который хочет прикоснуться к Иисусу для Иисуса Христа давайте мы выйдем это не просто призыв что я хочу за вас молиться это твоя вера в настроение это這個 смерть я не свободен мой мой я не свободен ты знаешь, когда у тебя силы нет ты знаешь, когда у тебя силы нет ты знаешь, когда твоя воля поражён你 тебе не беспокоиться missions когда мужчина Бетет за тех, которые будут выходить, за тех, которые хотят это помазание, за тех, которые хотят обновленную жизнь иметь, и тех, которые помазание, нас ожидает хорошее будущее. Нас ожидает жизнь в помазании, в силе, в работе, в труде, в благодати, в более расширенном благоволении Божьем. Или живи дальше, как ты хочешь. Или живи дальше, как ты хочешь. Die Библия говорит, нечестивый пусть дальше нечестие делает, пусть он грешит. Неправду пусть творит неправду. Der Легенер soll weiter лügen. Aber der Heilige, Heilige, я не помешаю тебе. Но он стучит на сердце, он стучит. Но нужно, чтобы дверь была открыта, но он не стучит. Но он не стучит. Но он не стучит. Он не стучит. Давайте мы просто будем молиться сейчас. Я попросил, чтобы группа, чтобы вы спели, вот эту вторую песню мне сильно понравилась. Давайте мы помолимся. если мы делаться с оборудованием отмечте раз уж aufstehen Субтитры создавал DimaTorzok